Здесь, недалеко от проспекта Калинина, находится старейшая слобода Затьмачье, которая в начале 20 века называлась Пехово. Сегодня от дореволюционной застройки осталось всего несколько деревянных домиков, но в этом году один из них обрел вторую жизнь. На Головинском переулке появился интерьерный салон и арт-пространство «Лисий дом», где в избе 1902 года гармонично сочетаются современный дизайн и рустикальный винтаж. Пожалуй, сегодня это самый необычный салон в Твери, где можно не только получить дизайн-проект и заказать любую мебель, но и просто заглянуть сюда как в музейное пространство и попасть в атмосферу детства и русских сказок. Основательница «Лисьего дома» Елена Яшина постаралась восстановить 120-летний дом, который последние пять лет был и вовсе заброшен. Максимально придав фасаду и интерьерам аутентичный вид. Основная идея создания этого «Лисьего дома» – показать людям, что удачно можно и обязательно нужно делать, восстанавливать эти старые дома, в которых можно как жить, так и делать проекты коммерческие. Максимально попыталась показать, как можно современные вещи, грубо говоря, поженить с инфекварной мебелью, с старой какой-то обстановкой, чтобы все-таки не боялись люди этого. Даже наши образцы, которые сначала жили в другом помещении, сейчас они живут здесь. Вот этот дом их оживил, раскрылись по-другому. Даже современные какие-то вещи, они здесь живут, они уместны. Как, например, новая столешница на станине «Зимгер», столики из слэбов или полка в виде старинной прялки. И вместе с Еленой Яшиной гостей здесь встречает и сказочная хозяйка дома. Почему я назвала это пространство «Лисий дом»? Хотелось одушевить как-то цвет какого-то здесь персонажа, героя, который бы олицетворял русскую сказку. На мой взгляд, лиса – это самый интересный персонаж в русских сказках. Да, может быть, не самый положительный. Тем не менее, очень интересный, все все равно любят. И у нас везде персонажи лисы. Собачка у нас лиса. У нас везде все в лисах. Вот и на открытие в гости пришла одна известная, даже легендарная лиса, которая последние 53 года живет в Тверском театре кукол. В 1970 году был снят мультфильм, в котором участвовала вот эта замечательная лиса. Ни одно поколение выросло на этом мультфильме. Вот эта потрясающая дама сразу узнала эту лису. А, это тот самый мультик, который называется «По щучьему пиленью». Конечно! А сегодня мы в гостях. Здесь масса творчества, масса положительных эмоций. Так что приходите скорее в лисий дом. И гости с радостью делятся впечатлениями от работы с Еленой Яшиной. У дизайнера не один десяток успешных проектов, квартир и домов. Немало общественных пространств. Музей Валентины Серова, Кванториум, университетская точка кипения, здание ДКС. А сейчас идет работа над обновлением интерьеров театра кукол. Крайний наш проект, который мы сделали по нашей работе, это музей Валентина Михайловича Сидорова. Пространство получилось не просто музейным, а многофункциональным центром для тверичан и всех горожан и туристов. Я думаю, что это останется на долгие годы. И дизайн, который делает Елена, он вне времени. По своему дому правильно обращались. Тоже к Елене. Она нам подготовила дизайн-проект. Мы остались крайне довольны. В 10 лет я являюсь и заказчиком, и мебели, и пользуюсь услугами Елены как дизайнера. Всегда остаюсь крайне довольны ее работами. Ее дизайнерские идеи никогда не идут в диссонанс с функциональностью. Те интерьеры, которые он мне создавал 10 лет назад, и до сих пор я в них живу, каждый день радуюсь и не устаю от того творчества, которое Елена создает вокруг себя. Команда салона всегда разработает дизайн-проект и все для его реализации. От деталей интерьера, в том числе и винтажных, до создания любой корпусной мебели и комплектации кухни всей необходимой техникой. И готовы предложить варианты на любой бюджет. С производителями мебели мы сотрудничаем уже очень давно. В качестве этих производителей мы уверены. Это могут быть кухни, шкафы, гостиные, детские. Любую корпусную мебель мы вам можем предложить. И, соответственно, мы не только вам ее предлагаем, но и пытаемся с вами вместе вписать именно в ваш конкретный интерьер. Это индивидуальный всегда будет подход. У нас нет стандартной мебели, это только нестандартная. Лисий дом будет развиваться и как арт-пространство. И первым таким шагом стало открытие персональной выставки монументалиста и художника Ирины Комардиной. Так как я по образованию, по-первых, реставратор, для меня очень ценно и важно, когда люди сохраняют истинную концепцию первоначальную. И картины мои очень вписались. Хотя я работаю на современный интерьер, здесь они очень хорошо и гармонично существуют. Здесь не просто стена, на которой повешены картины, а сразу вписаны в интерьер. Хочется, чтобы этот дом не просто был как салон мебели, дизайнерская студия. Нет, здесь чтобы собирались люди. Здесь будут проводиться вечера, какие-то выставки, мастер-классы, мастерская по керамике будет. Планов очень-очень много. А в ближайшее время Елена Яшина планирует открыть здесь маленькое летнее кафе с вкуснейшими круассанами. Поэтому, даже если не планируете ремонт, можно просто зайти сюда за особой атмосферой, красивыми фото, вдохновиться и угоститься ароматным чаем или кофе. Лисий дом находится на Головинском переулке и открыт ежедневно.